Подготовка военнослужащего сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь это целый комплекс учебных и практических мероприятий. 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, подразделение элитное, а потому требования к молодым людям здесь самые высокие. Силы специальных операций, как штатная единица белорусской армии, вобрали в себя все лучшее, что сохранила воздушно-десантная школа, дополнив учебно-методический комплекс новыми дисциплинами, расширяющими кругозор. Однако серьезные боевые задачи требуют серьезной подготовки и, к сожалению, сопряжены с большим риском, который не всегда можно просчитать заранее. Так произошло в жизни военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрия Стрычука и Евгения Жарского. Обычный учебный прыжок на полигоне Витебской области мог обернуться для них трагедией, но знающие свое дело военнослужащие-десантники строго следовали инструкции. Это и позволило избежать серьезных травм. Пока Евгений поправляется в госпитале, Дмитрий продолжает нести службу. Почувствовал, как меня резко, ну просто я перестал снижаться. Я сначала не понял и подумал, может, как поток ветра меня подхватил, я просто остановился. Потом я просто начал немного рывками пропадать вниз и поднял голову вверх и посмотрел, что мой товарищ перебегает у меня по куполу. Потом мы начали вместе с ним падать, но наши купола вместе загасли, его и мой. Но он не растерялся, он открыл запасный парашют. И благодаря тому, чему нас учили на воздушно-десантной подготовке, вот, получилось все хорошо. И я тоже подхватил, можно сказать, ну, ногой зацепил его. И это помогло нам приземлиться благополучно. Сегодня Дмитрий, прогуливаясь по музею боевой славы соединения, о произошедшем вспоминает не так охотно. Особенно, когда понимаешь, что эти 15 минут перевернули жизнь и поделили ее на две части, до и после прыжка. Оба молодых человека сработали грамотно и профессионально. Именно это стало залогом успешного приземления. Пока Евгений Жарский поправляется в столичном госпитале, Дмитрий наслаждается последними армейскими буднями. Совсем скоро он будет демобилизован. Молодой человек планирует вернуться домой и продолжить работать по своей гражданской профессии. Хотя признается, что по службе будет скучать. У нас воздушно-десантная подготовка очень часто происходит. То есть даже если она проходит еженедельно, в течение двух часов, если кому-то что-то непонятно, задают вопросы, она продолжается немного больше. И несмотря на то, что она была на этой неделе, например, на этой неделе может быть еще прыжок, также проводится предпрыжковая тренировка. Хочу попробовать свою жизнь на гражданке. Если что-то не получится, можно будет вернуться. Подвиг в мирное время. Именно такую оценку можно отдать поступку военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Планируется, что оба они будут представлены к высоким государственным наградам.